Я мог бы долго вам рассказывать, какие у нас крутые принтеры, огромный стереолитографический принтер 700 на 700 миллиметров, какие у нас машины по спеканию пластиковых порошков, какие классные материалы, новейшее оборудование по спеканию металлических порошков или как мы умеем круто лить пластики и резину или как мы умеем проектировать и всякую топологическую оптимизацию и сканировать и делать сложнейший реверс инжиниринг. Мы все это умеем, делаем ежедневно. У нас есть куча сертификатов от иностранных лидеров и от довольных клиентов, большое количество благодарственных писем. Но сегодня я хотел бы поговорить не об этом, потому как принцип нашей работы заключается в том, что мы сначала говорим о задачах, проектах или процессах, которые требуют оптимизации, которые требуют какой-то рационализации. Есть три ключевых фактора, которые влияют на проект. Это сроки, стоимость какого-то изделия. Мы говорим как бы в рамках какого-то изделия или какого-то продукта, который мы выпускаем. Здесь как бы все так или иначе связаны с какими-то хардварными проектами, железными. Ну и третий фактор – это в принципе возможность что-то произвести. Если говорить в терминах выгоды, а все-таки проекты или процессы должны как результат иметь какую-то выгоду, то на нее можно повлиять следующими способами. Это либо сократить сроки реализации этого проекта, либо уменьшить количество операций, которые в нем участвуют, например, сборочные операции. Либо снять технологические ограничения, делать детали более эффективными. Ну, соответственно, может быть это потребует какой-то сложной геометрии и так далее. Ну и последнее – это просто напрямую удешевить само производство той или иной детали. Если говорить о снижении сроков в рамках технологии лазерного спекания полиамида, то вот, к примеру, такую вот партию достаточно сложных деталей, да, их нельзя отлить в ТПА и нет никакого смысла, потому что это несколько сотен штук, мы можем произвести с помощью спекания полиамида такую партию изделий буквально за двое суток, и они будут стоить совершенно недорого. Это экономия времени, время – это единственный невосполнимый ресурс, который у нас есть. Затем уменьшение каких-то технологических операций. Ну, к примеру, просто есть кронштейн, да, для того, чтобы его собрать, нужно определенное количество времени и усилий затратить, там, закрутить в данном случае 8 винтов. Но его можно проектировать таким образом, что его сборка и установка займет считанные секунды, и, опять же, его можно напечатать из полиамида, он будет сделан единой деталью. И внизу там видно еще также сам инструментик для того, чтобы пользоваться этим кронштейном, тоже можно напечатать на 3D-принтере. Стоит копейки, изготавливается очень быстро. Если говорить о сложно-профильных изделиях, то это прям вот целый пласт задач. Например, изделие с внутренними каналами или вот такая кольцевая форсунка. Я не знаю, это, наверное, очень нужно как бы сильно заморочиться для того, чтобы такую деталь произвести еще и дешево и быстро. Опять же, в полиамиде форсунки разной степени сложности с внутренними каналами считанные дни и достаточно недорого. Еще один пример – это такая вот замороченная деталь с большим количеством каналов внутри. Нужно было изготовить 700 деталей, ее длина 200 мм. При этом детали должны были быть разные. То есть конфигурация каналов у них разная от партии к партии. Ну, то есть там буквально 4-5 видов на 700 штук. В итоге весь заказ подобных вещей можно было сделать за 2 недели. Точнее, был сделан за 2 недели. Не знаю, наверное, эффективнее невозможно это никак произвести из того же полиамида лазерным спеканием. Вот еще хороший пример здесь. На выставке можно даже найти такие вещи. Это вакуумный манипулятор, система автоматизации. Ну, как бы в оригинале выглядит, как железки, скрученные всяческими болтами. К ним подключаются шланги, и манипулятор работает. Мы же просто перепроектируем опять же эту деталь, делаем ее единой деталью, все воздушные каналы внутри, подключил фитинги. Вот так она устроена. То есть даже резьба уже как бы есть в конструкции, все печатается двое суток. Ну, при этом она не печатается одна, да? То есть можно сразу несколько деталей туда разной конфигурации положить в машину, вырастить, подключить. Точно, просто, недорого. Есть масса вариантов, когда напечатать детали напрямую дешевле действительно напрямую. То есть, ну, тоже детальки достаточно сложные, да? Вот такие партии, несколько сотен штук, мы печатаем их регулярно для своего собственного проекта, и себестоимость таких деталей получается, ну, там, в районе 30 рублей. Срок изготовления – пара суток. Сразу целую камеру можно набить, и через два дня у вас готовая партия прочных, пластиковых, сложных достаточно изделий. Ну, как бы, можно бесконечно приводить вот эти вот примеры разных деталей с каналами, там, и прочих проектов, которые были нами оптимизированы. Это сотни проектов, десятки тысяч деталей. Мы занимаемся этим ежедневно. Но, наверное, самый лучший пример будет рассказать о проекте, который вырос в нашей компании несколько лет назад, и он прошел полный цикл от идеи, эскиза и заканчивая шоурумами в Европе и Азии, которые открываются на сегодняшний день. Это проект «Моторика». Проект, который… Компания, которая делает индивидуальные функциональные протезы. То есть это не просто какая-то косметика, это действительно действующий инструмент для человека, который может делать какой-то схват. Их есть несколько типов. Они бывают механические, бывают бионические и так далее. Но самый главный принцип, что каждое изделие, каждый этот процесс, протез, он индивидуален. Он проектируется под каждый отдельный случай. Естественно, такое изделие, если делать какими-то серийными технологиями, это либо долго, либо очень дорого будет. Мы же поняли, что 3D-печать – это самый оптимальный способ производства подобных изделий. Также мы понимаем, что это изделие очень жестко эксплуатируется, особенно в случае детей. Они постоянно что-то делают, играют, ломают их и так далее. Значит, соответственно, это должен быть прочный какой-то пластик. И в этой ситуации нет ничего лучше, чем полиамид, который спекается лазером. Почему еще полиамид? Потому что, если вы посмотрите, он имеет очень приятную шершавую поверхность. Да, он не столь детализирован, как, допустим, фотополимерные какие-то детали. Но для наших задач вполне достаточно. При этом при правильном расположении детали в камере принтера вы видите никакой полосатости вообще нет. Эту деталь я сфотографировал позавчера. Вот буквально мы ее достали из принтера, никак толком не обрабатывали. В разрезе функциональности. Мы проектируем, понимая особенности аддитивных технологий, как они работают и какие преимущества из нее можно выжить максимально, мы проектируем детали протезов таким образом, чтобы их можно было легко собрать. То есть, например, вот этот ротатор, он сделан единой деталью с кистью. То есть мы достаем его из принтера, очищаем, у нас ротатор сразу крутится. Это такая гайка как бы. Ну вот так это примерно устроено. То есть это две разных детали. И они так сконструированы, что они находятся как бы в замке. Оставляя некоторое расстояние, буквально в полмиллиметра, мы можем оттуда вытрахнуть порошок, и деталь будет работать с самого начала. Мы очень любим всяческие каналы, потому что как бионический, так и механический протез, они требуют протяжки либо тяг, либо кабелей. Поэтому мы сразу в конструкцию проектируем все необходимые каналы. Достаточно тоненькие каналы мы можем печатать. Это очень удобно как при сборке, так и самим пользователям. Потому что нет никаких дополнительных креплений, ничего не мешает. Ну и вот, собственно, вот та резьба, на которую затем накручивается кисть. Раньше мы проектировали протез типа односхват, как такое сборное устройство. Потом достаточно быстро мы пришли к выводу, что это не имеет никакого смысла. Можно сразу делать единую раму. Понятно, что тоже другим способом ее никак не получить. И просто собирать на ней движущиеся элементы. Быстро и удобно. Еще если сказать о кастомизации, то помимо самого протеза, мы выпускаем большое количество аксессуаров и насадок. Это могут быть держаки для телефонов, прыгалок, какие-то еще элементы. Всякие бластеры детишки придумывают. При этом мы делаем так, как они захотят. То есть при заказе и проектировании протеза мы сразу спрашиваем, а что ты хочешь там? А я хочу какой-нибудь синий суперпистолет. Ну хорошо, давай, делаем. У нас есть специальное место, куда мы можем пристегнуть насадку. И мы, собственно, моментально ее изготавливаем. Ей можно пользоваться. Еще один пример, тоже деталь для производства традиционного крайне сложная. Для нас сущий пустяк – это вот держатель медиатора. Он надевается на пальцы, и пользователи наших протезов могут играть на гитаре совершенно спокойно. Ну и здесь вот еще пример всяческих насадок. Но мы не ограничиваемся полиамидом. В этом проекте мы вообще пробуем все, что только можно. Ну то, что адекватно действительно применимо. Например, вот в этой конструкции мы используем алюминиевую раму, напечатанную на 3D принтере. Вот, вокруг которой собирается уже кожух из того же полиамида. Ну и, кстати, вот силиконовые накладки мы льем тоже индивидуально в формы, которые печатаем на 3D принтере. Мы пользуемся нержавейкой, мы пользуемся титаном. То есть, все, что можно, мы используем для того, чтобы сделать наш продукт более быстрым, динамично развивающимся. Любая конструкторская гипотеза применяется нами в считанные дни. Ну, в итоге за 3 года проект развился в очень серьезную компанию. И я думаю, что она будет одной из лидирующих в мире по производству систем реабилитации. Все к тому идет. Но это достигается тем, что мы понимаем, как использовать современные технологии. Мы понимаем, как их внедрять. И мы готовы делиться этим опытом. Наверняка у вас есть какие-то проекты, у ваших клиентах есть подобные проекты. Мы не аффилированы производителями оборудования или материалов. Мы четко понимаем, как решать задачи. И мы готовы делиться этими знаниями. Мы понимаем, как внедрять аддитивные технологии в те или иные производственные цепи. Еще есть один нюанс. У нас с нами очень удобно работать, потому как мы используем такую концепцию. То есть в некоторых компаниях я сталкивался, бывает так, что за пластикой отвечает Вася, за металл Петя, за проектирование Степы и так далее. У нас все решает единственный, не единственный в смысле, а единственный для заказчика специалист, который отвечает за все технологии, за подбор решения и все вопросы решают внутри компании. То есть вы всегда общаетесь с одним человеком, и он несет за все эту ответственность. Времени, к сожалению, очень мало. Я могу бесконечно рассказывать о том опыте, который у нас есть. У меня закончились слайды, как минимум. Даже если время у нас полно. Но я готов ответить на ваши вопросы. Я прошу сфотографировать слайд. Готов обменяться визитками. И если у вас есть какие-то задачи, проекты, в которых я мог бы быть вам полезен, пожалуйста, пишите, звоните, и вам отвечу именно я. Спасибо. Спасибо.